Привет! Защищен ли от мошенников добросовестный приобретатель недвижимости? С вами традиционно юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Как неоднократно обсуждалось, сделки с недвижимостью всегда сопряжены с определенным риском, в большей или меньшей степени. Однако риск остаться и без жилья, и без денег наиболее неприятный всех. До недавнего времени решение данной проблемы было делом рук самого утопающего. Но с 1 января 2020 года в силу вступил закон, который позволяет покупателям недвижимости, которые стали жертвой мошенников и остались без приобретенного жилья, воспользоваться помощью государства и получить денежную компенсацию. Физическое лицо, добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, в соответствии со статьей 302 Гражданского кодекса, имеет право на выплату однократной единовременной компенсации за счет казны Российской Федерации. После вступления в законную силу судебного акта об истребовании от несоответствующего жилого помещения. Федеральный закон от 1307-2015 года, ФСЗ-218. Давайте разберемся, кто же такой добросовестный приобретатель. В нашем случае покупатель жилого помещения, который не знал и не мог знать, что он приобрел недвижимость у человека, не имеющего права ее продавать, является добросовестным приобретателем. Однако, необходимо понимать, что законный владелец жилья имеет право вернуть свое имущество, если докажешь, что недвижимость была передана вам в собственность без его ведома, либо согласия. Как это работает и что необходимо сделать? Первое. Что вам понадобится сделать? Доказать в суде, что вы являетесь добросовестным приобретателем. Второе. После вступления в силу решения суда необходимо получить исполнительный лист. Третье. Обратиться в службу судебных приставов, предъявить исполнительный лист о взыскании денежных средств с мошенника. На этом этапе будет возбуждено исполнительное производство. Служба судебных приставов попытается взыскать деньги с должника. Четвертое. В случае, если через 6 месяцев, с момента возбуждения исполнительного производства, мошенник не выплатит полностью или частично сумму долга, у судебного пристава необходимо получить подтверждение, что лист не исполнен. Если была возвращена только часть денег, обманутый покупатель может претендовать на компенсацию за вычетом возвращенной суммы. Пятое. Далее придется еще раз обратиться в суд с предъявлением иска добросовестного приобретателя о выплате компенсации, предусмотренной главой 10.1 закона номер 218 ФЗ. Для этого вам понадобятся документы, полученные из службы судебных приставов. Шестое. При получении положительного решения суда обращаемся в орган федерального казначейства, куда предоставляем исполнительный лист. Седьмое. Ожидаем перечисления денежных средств. Важно. Размер компенсации, указываемый выисковым заявлением, может быть равен стоимости квартиры, прописанной в договоре купли-продажи, либо кадастровой стоимости данного объекта недвижимости. Учитывая, что закон молодой, посмотрим, как он покажет себя на практике. А я желаю вам никогда не столкнуться с подобной ситуацией и не бегать по судам, выбивая компенсацию. Будьте осторожны в выборе продавца. Пока.